Гумер ДНС пишет, по сути, свои Хабирова, Мурзагулов, Трюгубчак, Аббас Галямов открыто выступают, по крайней мере, в пропагандистской войне на стороне врага Путина и, по сути, Хабирова, как представителя власти Кремля. Ну, нет, Аббаса Галямова я бы вытерхнул из друзей Хабирова, он никогда не был другом или каким-то доверенным лицом Хабирова, хотя Аббас Галямов всегда был очень близким, ну, товарищем, не знаю, как другом, Ростислава Мурзагулову. Возможно, там, через третьи руки он, конечно, с Хабировым как-то и контактировал. Ну, Трюгубчак – это вообще не та фигура, это мелкая сошка, но, да, в целом я должен согласиться, что и Мурзагулов, и Галямов, они, да, сейчас полностью перекрасились, значит, полностью поменяли свою окраску и, значит, топят против Кремля, против Путина, ну, естественно, против Хабирова. Ну, у них разные весовые категории, конечно. Аббас, некоторое время, побыв в тени, несколько лет, лет 7-8, вынурнул из этой тени и стал действительно яркой звездой антипутинской пропаганды, которая сейчас, значит, работает с той стороны в нашу сторону. Реально прямо звезда, он везде, он у Ходорковского, он у, значит, ну, на всех, на всех каналах, какие только есть, и на дожди на этом, на, там, трижды проклятым на всей территории православия, и являющегося иноагентами, значит, остатками эхо Москвы, и везде-везде. Ну, как бы, как это можно прокомментировать? Ну, во-первых, все из перечисленных, то есть, ну, не знаю, Трегубчак не знаком, и там особо на интеллектуальную она мне не представляется, но все эти люди, они в целом люди не глупые. И Мурзагулов, и Галямов, они, ну, как-то, видимо, ловят свой хайп, свою звезду. Они, безусловно, там, находятся на каком-то содержании, ну, Мурзагулов-то на прямом содержании, Галямов, видимо, на каком-то опосредованном. Соответственно, ну, работают люди, они не глупые, они могут что-то рассказать, они умеют что-то анализировать и так далее. Насколько все это достоверно, ну, собственно, решать нам, да? То есть, я Ростислава Мурзагула давно уже не видел, в медийном пространстве, там, собственно, не особую роль сейчас играет. А Абаз Галямов, да, ну, прямо он иноагент, его же, да, кстати, объявили иноагент, мы должны об этом упомянуть. Он, да, иноагент, который, ну, ярко светит, у него там складные мысли, как говорится, я слушаю с удовольствием.